В 2013 году США, Германия и Нидерланды поставили в Турцию на границу с Сирией несколько зенитно-ракетных комплексов «Петриат» для якобы защиты от возможного воздушного нападения со стороны Сирии. Очевидно, что в то время американцам было очень нужно сделать из Сирии страшилку. Но угроза не осуществилась. Так называемое «Исламское государство» — один из главных врагов американцев — тоже не несет воздушной угрозы. У них нет даже техники для этого. В итоге — два года бездействия. И вот в этом году заканчивается срок размещения этих ЗРК. Чего навоевали «Петриатами» в Турции американцы, а также что является реальной угрозой в регионе, мы разбирали с постоянным военным экспертом накануне ТВ Владимиром Анохиным. В определенные условия даже психологические для этих бандформирования развивать успехи на востоке Турции. Смысл этих группировок была как раз борьба с ИГИЛом. Формально они боролись с ИГИЛом. Боролись так, чтобы не навредить этой организации. Хотя бы в этом можно судить по числу боевых вылетов, которые они засуществили за этот период. Количество боевых вылетов всей этой группировки равно одному боевому дню соприкосновения с Талибаном советских войск. Вероятно, для них интереснее будет переброска куда-нибудь в Восточную Европу этих патриотов. Выводя свои зенитно-ракетные комплексы, США невольно указывают на то, что главные угрозы в регионе считают не Сирию, не ИГИЛ, а турецких курдов. И не напрасно. Курды в Турции борются за те же права и свободы, которыми обладают в Сирии и Ираке. Турция встает на дыбы, а США, кажется, не бросят в беде партнера по НАТО. Сейчас главное в Европе, Соединенным Штатам не мешать развитию ИГИЛа, потому что это единственный инструмент давления на курдов, которые сейчас активизировались в борьбе за свою независимость в Турции. Они уходят, чтобы не мешать ИГИЛ свернуть башку курдам. Турция может только приветствовать. Понятие курдского государства – это очень опасный фактор, потому что он будет влиять на всю политику Западной Европы и США на Ближнем Востоке и в неблагоприятных для них формах. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова